Российский авиапром представили на форуме в Ульяновске. Его посетил и полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Он отметил, что в России есть всего два вуза, где готовят пилотов гражданской авиации. Один из них находится в Приволжском округе. Также он осмотрел новый грузовой самолет Ил-75 и испытал учебный тренажер «Руслан». Международный форум проводится в Ульяновске не случайно. Этот регион имеет все возможности для развития российского авиапрома. Особая экономическая зона портового типа ориентирована на авиастроение. Кроме того, здесь также находится и высшее авиационное училище. Михаил Бабич вспомнил, в каком состоянии он находился еще семь лет назад. Сегодня, по его словам, уровень материально-технической базы училища повысился. Изменились подходы в подготовке курсантов. Но развивать вуз планирует и дальше. В программе форума одной из центральных тем стало развитие региональных авиационных перевозок. В рамках деловой программы стоялся Международный конгресс авиации России и вызовы глобализации. Его участники обсудили перспективы отечественного авиастроения, а также аэропортовую деятельность. Кроме того, все пришедшие смогли увидеть презентацию 60 компаний из разных стран мира. Значение сегодняшнего форума для Приволжского федерального округа приобретает особое значение, потому что в округе сосредоточено 65% всего российского авиастроения. И мне хотелось бы, чтобы в рамках этой работы, дискуссий, круглых столов, возможно даже, так сказать, каких-то контрактов, которые будут подписаны, либо состоятся договоренности о их подписании, мы сегодня продвинулись в развитии тех задач, тех вопросов, которые стоят сегодня перед отечественным авиастроением. Кроме того, на форуме мы будем обсуждать вопросы не только авиастроения, будем обсуждать вопросы региональных перевозок, будем обсуждать вопросы науки, будем обсуждать вопросы подготовки кадров. И мне хотелось бы пожелать всем участникам форума, чтобы сегодняшняя работа была интересной, полезной, эффективной и, безусловно, дала необходимые результаты для дальнейшего развития авиационной трассы России.